Привет, меня зовут Эндрю Спиллер, и я был первым помощником режиссёра в Роке Джамп, The Show on Hulu, и мы поговорим сегодня о разбивке сценария. Такой подход обычно практикуется первым помрежа, но я скажу, если вы режиссёр и хотите быть хорошим режиссёром, вы тоже должны делать это. Это относится к творческому процессу и пониманию того, что на странице, в отличие от того, что у вас в голове, и как правильно донести это до каждого подразделения, чтобы извлечь максимум из ваших текущих режиссёрских навыков. По завершению вы будете знать сценарий изнутри и снаружи, и каждый хороший режиссёр и помреж должны знать это задолго до начала съёмок. Самое важное в разбивке сценария — это быть организованным. Вы видите, что в целях иллюстрации мы обозначили на моём столе элементы сценария цветом, и мы позаимствовали это из программы Final Draft, являющейся стандартной программой для написания сценария, которая имеет дополнительный модуль под названием Final Draft Tagger. Tagger — это способ сделать в программе то, что мы собираемся сделать физически. Можете использовать любые цвета для разбивки сценария, при условии, что вы присвоили им какие-то значения и знаете, что есть что. Итак, совсем коротко. Вот элементы, которые вы будете искать, и которые, как правило, обнаружите в любом сценарии. Конечно, если у вас особый жанр с элементами, отсутствующими на этом столе, просто добавьте их и присвоите им цвет. Вам также может что-то не понадобиться, и это нормально. Но всегда хорошо с самого начала понимать, что ты ищешь. И ещё в качестве примера мы будем использовать сегодня фильм «Дрифтер высоких равнин». Итак, начнём разбивку. Хорошо. Приступим. Сцена 1. Первым делом вы видите заголовок сцены, описание действия, и дальше идут все ваши диалоги и описания между диалогами здесь. Вы видите, что первая сцена начинается на первой странице и заканчивается на второй. И вы определяете длину сцены разбивкой на то, что называется восьмушки. Восьмушка — это восьмая часть страницы. Вы берёте линейку и делите страницу примерно на восемь частей. Это выглядит приблизительно так. Мы используем восьмушки, потому что это даёт нам намного больше деталей и понимание того, насколько длинная сцена по отношению к странице. Вот у вас получилось полторы страницы, и, возможно, сцена больше, чем необходимо. Если можно сказать, что длительность сцены страница и две восьмых, ясно, что это чуть больше страницы, что, в принципе, не критично. И как вы здесь видите, последние две восьмушки — это дополнительная строка диалога. Поэтому в действительности эта сцена длительностью в страницу или около того. И по мере работы, таким образом, вы привыкнете к этому. Ваш глаз приучится смотреть на текст и сразу определять «О, в этой сцене две страницы и три восьмушки». Или «О, а это четырёхстраничная сцена плюс восьмушка». Как-то так. Но эти номера страницы и их количество очень важны. И вам нужно ввести их учёт для каждой сцены. Например, на бумаге для заметок. И вот тут мы и начинаем применять цвета. Сейчас увидите, как мы представляем нашего героя в первой строке описания действия. Салли Вестфилд. Итак, возьмём маркер для актёров. И подчеркнём Салли Вестфилд синим цветом. Окей, у нас есть барная стойка в Салуне на Диком Западе. И мне ясно, что это значит какие-то серьёзные декорации, и они будут связаны с определённой эпохой. Поэтому я возьму зелёный маркер для декораций и подчеркну барная стойка в Салуне на Диком Западе. Я знаю, что для бара нужны бутылки, бокалы, барные стулья. А ещё могут понадобиться завсегдата и заведения. Поэтому я возьму маркер дополнительное. И подчеркну уже имеющийся светло-зелёный тёмно-зелёным. Чтобы не забыть спросить и проверить, что ещё нам может понадобиться для этого бара. Потом, у нас персонаж по имени Бармен. Бармен наливает ей ещё. Тут нет специального реквизита, но очевидно, что что-то Бармен всё же должен налить в стакан Салли. Поэтому я возьму маркер реквизит и подчеркну наливает ещё. Когда дело доходит до реквизита, то им является всё, с чем физически взаимодействуют персонажи. Поэтому я делаю небольшую пометку со словами «Окей, Бармену нужна бутылка, а Салли какой-нибудь стакан». И ещё мы должны уточнить, какой именно стакан, и сколько раз наливать, и надо ли возвращаться в исходное состояние, выпить ли она из стакана, и если да, какой будет жидкость. Вы видите, что мы доходим до очень конкретной информации, которую вам нужно получить, практически расшифровав текст на странице. И вот мы только на одной восьмой странице, но уже узнали, что есть немало элементов и вещей, которые нам нужно обсудить и выяснить больше деталей. Бармен, скажите, шериф, у нас не намечаются скачки? Салли злобно поднимает глаза. Салли, больше нет. Салли хлопает стаканом о стойку. Итак, хлопает стаканом о стойку. Хлопает, а стойку написано заглавными буквами. Хлопает может означать звук или просто то, что она делает. Я сделаю пометку, что это может быть и звуком. Что мы можем увидеть, как она выпивает скотч и хлопает стаканом о стойку. Теперь скотч. Это тоже реквизит, так как ясно, что она будет его пить. Она опускает руку в карман за фляжкой и наливает себе. Костюмы. Цвет оранжевый. Карман. Это значит, что, чтобы она не носила, это должно иметь карман, в который поместится фляжка. Теперь может показаться, что у нас достаточно деталей. Но может быть и так, что вы садитесь с режиссером, обсуждаете, и он может сказать, «О, нам не нужен карман». Она может достать ее откуда угодно. Я бы даже предпочел, чтобы у нее не было карманов. То есть это может быть задумкой автора, но не тем, как на самом деле поступит режиссер. Поэтому, когда вы все уточните, вам нужно будет обсудить это с художником по костюмам. И он скажет, «О, здорово, потому что я подумал о чем-то с восемью карманами. Но раз не нужно, то я не делаю». Такие небольшие хитрости очень важны. Конечно, есть и другой реквизит, кроме фляжки. Как мы выясним, позднее во фляжку попадет пуля, и это спасет жизнь Салли. Значит, понадобятся две версии этой фляжки. Одна целая, другая с пулей. Поэтому, когда я продвинусь в чтении сценария, я помечу, что понадобятся две фляжки, и что нужно будет убедиться, что в день съемок у вас будет та, которая нужна. Салли смотрит на входные двери салуна. Мы видим Хэй Уорта, явно плохого парня, который выглядит как нефтяной магнат, в компании двоих дружков. Что я тут сделаю, это возьму зеленый и подчеркну двоих дружков. Но затем в сцене я вижу, что для одного из этих дружков есть строка диалога. Тут написано, «Друг, ну что, Салли, куда дело лошадь? Ха-ха». Это значит, что один из дружков остается на заднем плане, а другой — действующий главный герой. Поэтому я подчеркиваю здесь дружка, который участвует в диалоге. И возвращаюсь вот сюда. И делаю вторую пометку с синим, уже под зеленым. Под дружков, чтобы не забыть уточнить, кто именно из дружков будет главным героем, а кто останется на заднем плане. Или, может быть, они оба главные герои, и второй просто пока не говорит. Входные двери салуна. Это, скорее всего, нужно будет предусмотреть в реквизите. И декорациях. Потому что с ними нет взаимодействия. Но это может быть и дверьми салуна, которые распахиваются, и тогда актер должен будет взаимодействовать с ними. Так что же это? Декорации, локации или реквизит? Придется пойти и проверить это на месте. И понять, кто за это будет отвечать, и что именно будет происходить с этими дверьми. Он показывает бумажку с надписью «Право собственности на город». Реквизит. Весь салун смеется. Окей, это тоже пойдет в дополнительное. Нам также нужно понимать, сколько людей в салуне. И как будет звучать это «смеется». Кто именно смеется, и сколько всего человек смеется. Все это важные детали, которые вы должны разузнать. Теперь забежим вперед на пару сцен, в которых будет несколько уникальных элементов. Просто чтобы вы понимали, где еще может быть трюк или спецэффект. А их в дрифтере высоких равнин множество. Поэтому давайте посмотрим на них поближе. В сцене 4 Салли открывает дверь дома, поднимает масляный фонарь. Очевидно, это реквизит. Салли видит, что всю ее семью расстреляли, и все остались лицами в тарелках с супом. Кажется, что теперь уже достаточно описания. Но есть еще много, о чем нужно упомянуть. И скольки человек состоит ее семья. Если их застрелили, видим ли мы кровь? Если их лица в супе, погружены ли они в жидкость? Что можно сделать как трюк? Особенно, если на площадке должны быть дети, которым придется опустить лица в воду. А почти все помрежи вам скажут, что любой трюк — это не так просто. Например, может быть, нам нужно бежать куда-то, а там щебенка. И по ней бежать труднее, чем вы думаете. Так, теперь я помечу лица в супе, как трюк. Потом возьму цвет для спецэффектов. И помечу им застрелено. На тот случай, если нужно будет что-то кровавое. Или специальный грим, о котором нужно побеспокоиться. А еще я обычно делаю список грима со всеми моментами, связанными с гримом для спецэффектов. Потому что у вас может быть кто-то, в кого стреляли и убили, и нужно накровить, что технически может быть спецэффектом. Но если вы хотите, чтобы они выглядели мертвыми и обескровленными, это может быть грим. Таким образом, вы должны знать, кто и что делает, и учесть все главное на этапе разбивки сценария, чтобы распределить, какое подразделение за какой элемент отвечает. Тут у нас кавалерийская сабля. И сказано, Салли догоняет девушку из дружков Хейворта, они толкают друг друга лошадями, пока подружка Хейворта не достает саблю и не наносит удар по Салли. Салли уклоняется в сторону и изо всех сил старается удержаться, распластавшись на боку своей лошади. Она открывает подсидельную сумку и достает хлыст. Теперь это не только серьезный трюк, но еще и трюк с животными, каскадерами, наездниками, а также оружием. Кстати, чего у нас здесь нет, но что я обычно выношу при разбивке отдельно, это список реквизита оружия или просто оружия. Технически его можно поместить в реквизит, но я обычно отношу его в отдельную категорию спецреквизита, потому что на больших площадках ответственные за реквизит не отвечают за какое-либо оружие. Обычно на это есть оружейник. В этом случае я возьму черный маркер и подчеркну кавалерийская сабля и хлыст. И рядом поставлю звездочку. Теперь, когда я вернусь сюда, то буду знать, что нужно будет обязательно обсудить саблю. Будет ли она резиновая или настоящая, либо же она может быть пластиковой. Что ей делают, как держат, как вынимают. Есть ли у нее какие-то острые края. И потом то же самое с хлыстом. Какой он длинный. Действительно ли он должен обвиться вокруг сабли. Или это будет спецэффект. Где хлыст закреплен на лошади. Все эти вопросы нужно задать и получить ответы до начала съемок. Потому что если вы начнете думать об этом на площадке, будет уже поздно, и вы потеряете много времени, выясняя, как все это должно работать. Если вы снимаете, например, полный метр или короткометражку, история которой длится больше, чем один день, вам нужно просмотреть сценарий, определить для себя, на какой сцене день истории начинается и где заканчивается. И вы сделаете список дней истории, которые вы изучите и обсудите со всеми подразделениями. Вы согласуете все с костюмерами и гримерами. Проверите, совпадают ли у вас дни истории. Или, возможно, у них другой взгляд на героя в течение одного дня истории. «Крепкий орешек» на самом деле отличный пример. Белая майка, которую носит Брюс Уиллис от начала и к концу фильма, имеет разные состояния. И хотя в фильме есть и ночная сцена, у художника по костюмам был свой взгляд на загрязненность майки. И он подготовил разные майки, которые уже были не белыми, а скорее серыми. По мере того, как продвигался герой по сюжету, Иву арка развивалась, менялась и состояние его одежды. Это прикольная часть повествования, когда вы начинаете использовать эти элементы, чтобы показать историю и персонажа. Итак, в этом процессе есть степень творческой свободы. Здесь не все скучно. Здесь нужно действительно думать о том, что происходит в сцене, и опять же, пытаться читать между строк. И помечать все, что нужно не забыть, проконтролировать, что вы все обсудили до начала съемок. Как только вы закончили с этим, вы должны подготовить кое-что, что выглядит немного более формальным. Можете воспользоваться... Вы можете скачать такой лист разбивки. И как только введете всю эту информацию в компьютер, он выдаст вам все красиво и аккуратно в текстовом формате. И вы сможете сделать это по подразделениям. Это на самом деле отличный способ проверить и проверить дважды. Что у всех на странице одно и то же. Потому что все сводится к сообщению ключевой информации. Надеюсь, это было полезным. Не существует правильного или неправильного способа разбивки сценария. Главное, чтобы вы были педантичны в деталях. И это приведет вас к этапу планирования, о котором мы поговорим в другом видео. Развлекайтесь, берегите себя и... Удачи! Перевел и озвучил Сергей Афонин. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Продолжение следует...